Меняется ли мужчина, если меняется женщина? Для кого ты меняешься? У тебя фокус на ком? На себе или на мужчине? Тебе страшно остаться одной, ты думаешь, а как жить? Там куча страхов, там куча зависимостей. Ну как бы да, он хороший человек, да, он классный мужчина, да, я его уважаю, да, ему благодарна. Бросайте плохих, расставайтесь, режьте, рубите. А как же дети без отца? Детям нужен отец. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И все чаще звучит вопрос, что да, я понимаю, что это я сама вышла замуж или создала отношения с мужчиной не очень. Либо это я сама его, скажем так, заставила быть слабым, да, и сама выбрала путь сильной женщины, тянуть все на себе, и он привык, адаптировался. Ярослав, а если я изменюсь? Или вот когда я изменюсь? Если я начну меняться, а точно ли мой муж или мой мужчина изменится? Если для тебя важны такие темы, как как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и определиться с тем самым, как создавать по-настоящему счастливые отношения, которые длятся долгосрочно, тогда прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где эти и другие темы будем разбирать максимально подробно. Мое мнение, этот вопрос задают те девушки, которые, опять же, мыслят как жертвы, потому что, а какая разница, изменится он или нет? Ты вообще для кого живешь? Для кого ты меняешься? У тебя фокус на ком? На себе или на мужчине? И вот те женщины, которые живут не для себя, те женщины, у которых фокус не на себе, а на мужчине, у которых не я первая буква в алфавите, а первая буква в алфавите мужчина, и они ему угождают, все для него, их счастье зависит от его улыбки, их счастье зависит от его внимания, от его отношения к женщине, к ней. Это первое, что нужно понимать. Следующий момент. Если ты живешь для себя, если ты понимаешь, что я первая буква в алфавите, я автор жизни, и все начинается с меня, тогда тебе без разницы, ну как, тебе, конечно же, было бы хорошо, если мужчина действительно там тоже гарантированно менялся, но по-честному, если ты автор жизни, ты понимаешь, что в любом случае ты выигрыши, когда ты меняешься. Почему? Потому что ты прокачиваешь собственный уровень, и какие здесь варианты исхода? Сейчас эти варианты исхода я скажу из того, из результата выпускниц программы «Путь женщины». Это высшее женское образование, 30-дневный платный курс, там есть 5 ступеней, первая ступень 30 дней, и еще 4 ступени, каждая по 30 дней. Это уже для продвинутых, но первая основная ступень. Какие там результаты? То есть если мы говорим про тех девушек, которые пришли для того, чтобы их мужчина изменился. Первый исход – это когда девушка меняется, и мужчина тоже меняется. То есть я изменилась, и мужчина изменился, и мы вместе теперь счастливы, и все хорошо. Второй исход – это когда девушка изменилась, женщина поменялась, она прокачалась, а мужчина не прокачался, не изменился. Но что произошло? Когда ты собственный уровень подняла, а мужчина остался на том же уровне, низком уровне, ты отсюда более адекватно принимаешь решение, ты отсюда более уверенно, ты более адекватно мыслишь, ты мыслишь с позиции уверенности, и ты принимаешь адекватные решения, по пути вам с мужчиной или не по пути. Потому что здесь ты почему с ним, когда вы на низком уровне, а ты не можешь от него избавиться, тебе страшно остаться одной, ты думаешь, а как жить? Там куча страхов, там куча зависимостей. А здесь уже нет. Здесь ты уже адекватно мыслишь, адекватно принимаешь решение. С уверенностью. И если ты уже расстаешь, принимаешь, например, решение расстаться с мужчиной, который не готов идти вперед, ты это делаешь с уверенностью и с ясностью, что ты не просто не останешься одна, что я классная женщина, я ценная, и я выбираю счастье, а не тянуть чемодан без ручки. Мое намерение, мой интерес, моя заинтересованность в том, чтобы ключевое – это не чтобы изменился или не изменился мужчина, а ключевой мой интерес – это в том, чтобы ты была счастлива, чтобы ты создавала жизнь твоей мечты. И лично мне, ну, по-честному, вот плевать это будет с тем мужчиной, который у тебя сейчас, который не очень, и который прокачается, да, потому что ты будешь тоже двигаться вперед, он будет тянуться за тобой. Либо же ты примешь решение, что с этим мужчиной не по пути и выберешь другого. Моя задача, чтобы ты была счастлива. И честно, я буду, не то чтобы мне плевать, а я буду рад при любом исходе. Я понимаю, я уже вижу комментарии, которые скажут, ну, легко тебе говорить, Ярослав. А как же дети? А как же дети без отца? Детям нужен отец? Это все зачастую отмазки. Да, детям нужен отец. Но детям, в первую очередь, нужна гармония между мамой и папой. И если у них будет лучшее отношение, когда они будут раздельно, то это для ребенка лучше с точки зрения психологии. И опять же, это не значит, это призыв. Бросайте мудаков, бросайте плохих, расставайтесь, режьте, рубите. Нет. Моя задача – показать, как оно может быть, показать, как оно устроено. А ты взрослая. И любое решение, которое ты примешь, оставаться с мужчиной, уходить от него, оно правильное. Но я не сторонник тех стратегий, когда женщины учат терпеть, ждать, надеяться. И тоже есть вот такой подвох про мужчин, которые а-ля меняются. Знаешь, какой подвох? Ты же чувствуешь, когда это реально глобальные изменения, а когда это такая, знаете, симуляция изменения. Ты ему там что-то устроила, что такой-то концерт, он на недельку стал шелковым, таким послушным. И ты же по-честному понимаешь, что это всего на 3, 4, 5, 6, 7 дней до следующей ссоры, до следующего концерта. Мужские изменения, я считаю, что это что-то глобальное. Это не что-то вот, он там что-то в мелочах поменялся, или пообещал, или на 3 дня стал шелковым. Мужские изменения – это про что-то глобальное. Это когда он, я не знаю, лежал на диване и встал, начал действовать. Или встал, начал дело. Встал, устроился на работу с таким-то конкретным доходом. Вот это, например, конкретные изменения, да. А то, что это происходит временно, стихийно, от дня к дню какому-то, от дате какой-то к дате – это так себе, это зачастую симуляция изменений. Это для того, чтобы ты там какое-то время была спокойна, не кричала и не нервничала. Мой призыв к тому, что возвращайся в позицию автора жизни, возвращайся в позицию профессиональной женщины, которая знает, чего я хочу, куда я двигаюсь, что все начинается с меня. Не цель удержать мужчину, не цель влюбить этого мужчину, а цель быть счастливой женщиной. И еще один из сценариев, вот я не договорил, да, про путь женщины, это когда женщина начала меняться. И она поняла, что с позиции прокачанности, она поняла, что вообще разные люди, вообще им не по пути. И она сама уходит, то есть она сама принимает решение даже не потому, что он там меняется, не меняется, а потому что она понимает, что вообще я жила вообще не своей жизнью. А есть еще четвертая история, это когда девушка меняется, мужчина тоже меняется и тоже пара расстается. И тоже девушка принимает, женщина принимает решение, что ну как бы да, он хороший человек, Да, он классный мужчина, да, я его уважаю, да, ему благодарна, да, я ему там испытываю к нему теплые чувства, но я понимаю, что он не по пути. Такой тоже сценарий возможен. И сказать тебе гарантированно, что будет у тебя, я не могу, но я могу дать гарантию про то, что это будет путь к твоему счастью, к собственному я и к твоей истинной жизни без навязанностей, шелухи и страхов. Если для тебя важно разобраться подробнее в рамках бесплатного онлайн-курса в теме отношений между мужчиной и женщиной, разобраться, больше понять, какой возле тебя мужчина или какой мужчина возле тебя был, насколько ты сейчас прокачана как женщина, разобраться, да, понять мужские секреты, о которых мужчины не говорят слух, принципы создания счастливых отношений, тогда прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс, который будет происходить, проходит несколько вечеров и будет очень много полезной, ценной информации. практик домашних заданий и все это бесплатно прямо сейчас клика по ссылке и успеть записаться бесплатно если это видео было для тебя полезно прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал и до встречи в следующих видео пока